Хорошая пора лета! Ни тебе уроков, ни тебе домашних заданий. Но вот наступает сентябрь, и снова раздаются в школьных коридорах такие знакомые звонки. Кто-то ждёт этот день с нетерпением, ведь начало учебного года — это встреча не только с новыми знаниями, но и со старыми друзьями. Кто-то ждёт его с ужасом. Опять эти нудные диктанты, опять эти жуткие контрольные. Вот и Виктор Перестукин школу не особенно жаловал. Ведь куда интересней погонять с ребятами в мяч или, скажем, поиграть с любимым котом. Кузя! Кузя! Ну, поймай! Ну-ка, ну-ка! Ой, не поймал, не поймал! Ай-яй-яй! Вместо того, чтобы делать уроки... Отвижись, а то выключу! Ну ладно, ладно. Укоризненно посмотрел на Витьку со шкафа старый радиоприёмник. Дневник ученика пятого класса А! Перестуки на Витье! Посмотрим, что там задали по арифметике Много ты понимаешь, а ну брысь Ребята, которым на дом задают задачи Выключу Три земляков повырыли траншею в 36 Погодных метров за два дня Понятно Сколько потребуется землякопов? Простая задача Помножим землякопов? Нет, лучше разделим их на дни Получилось? Эх, грунда Ну, зато теперь можно отдыхать Задача решена, ура! Задача землякопа полтора Бороться с трудностями Я бы призерал! Я бы боролся! Да только где их взять, трудности-то? Где их взять-то? А вот для начала сделай уроки Приведи в порядок учебники Ха-ха! Учебники! Да я ненавижу все эти учебники! Пропадёте пропаду! Швырнул Витька на пол книги И произошло что-то совершенно невероятное Вокруг загрохотало Стало темно Огляделся Витька Видит, поднимаются с пола какие-то Грязные, оборванные, похожие на привидения существа Мама! Кто вы? Он даже не узнаёт нас! Рисует на нас шортиков Плохо учится? Понятно! Вы мои учебники! Привет! Что вам от меня надо? Как раз сегодня я приготовил уроки! Приготовил? Не повторил безударные гласные Неправильно решил задачу Подумаешь! Проживу и безударных гласных И задачи решать мне не к чему Я буду путешественником Жаркие страны там всякие Мальчика надо спасать А не отправить ли нам его в страну невыученных уроков? А там есть трудности? Ещё какие? А опасности? Сколько угодно! Прекрасно! Слушай условия задач От Голубого озера до Дворца грамматики 12 километров Идти будешь со скоростью 3 километра в час Там ты встретишь трудности и опасности Высчитай Высчитай Сколько часов потребуется тебе на дорогу? Не справишься с трудностями? Опоздаешь навсегда Останешься в стране невыученных уроков Ничего, справлюсь! Мяу, и я с тобой, Витя Кузя! Да ты русским голосом заговорил! Ха-ха-ха-ха! О, здорово! Раз! Два! Стойте! Вот тебе карта страны невыученных уроков Пригодится Три! И полетели Витька с Кузей в страну невыученных уроков Приземлились они прямо на берегу Голубого озера Приехали Интересно, водятся ли здесь мыши? Ха-ха-ха! Арбузы? Ну, я же говорил, что арбузы растут на дереве, а? Так-так-так! Первым делом сори рефитируемся на местности! Вынул Витька из-за пазухи карту! Ха-ха-ха! И вот так! Ну, вот озеро! Хм-м! А вот дворец грамматики Так, понятно! Двенадцать километров... Сложи двенадцать и три! Чё сложи? Надо подумать! А разве ты думаешь, когда решаешь задачки? А ну, брысь! Мы должны дойти до дворца грамматики за четыре часа. Спасибо! Только ещё час! Выкупаться успею! Разделся Витька, прыгнул в воду и поплыл. И не заметил он, что в озере том плавает, что бы вы думали. Ух, какая же рища! Белый медведь! Столкнулся Витька с медведем нос к носу. Испугался и наутёк. Выскочил из воды, а медведь за ним. Караул! Ну, какое пекло! Этот бездельник Перестукин брякнул, что белые медведи живут на юге. Эй, мальчишка! Покажи мне, где север! А, да! Наверное, там, где восходит солнце. Поверил бедный медведь Витьке и поплёлся на восток. А Витька от страха оправился. Арбуз с дерева сорвал. И полакомились они с Кузей арбузиком. Мышей здесь нет. Ничего, зрелый. Это вводится в медведи. Это очень опасно. А ты заметил, как мы преодолели первую опасность? М? 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 Ну, пора идти. Споём? Споём! Мы весело шагаем, не страшно нам вдвоём. Опасность презираем, на трудности плюём. Эх, скучно за партой уроки зубрить. Весело с каждой по свету бродить. Шли они так шли, видят, растут на дереве булки. Ох, Кузя! Смотри! Ой, а когда я сказала на уроке, что на хлебном дереве растут булочки, все засмеялись, даже двойку влепили. За правду всегда страдаю. Но не успели они попробовать свежих булочек, как выбежала из-за кустов разъярённая корова. Кто такие? А мы путешественники. А что вы собираетесь делать? Ничего особенного. Я просто съем вас. Вначале тебя, а потом кота. Пуще прежнего перепугались Витька с Кузей. Скарабкались на дерево. А корова уперлась в него рогами. И давай трясти. Ой, что вы, что вы, коровы не едят детей. Ха-ха-ха! Да-да-да, это все знают. Нет, не все. Например, Некий Перестукин сказал на уроке, что корова плотоядная животная. Всем известно, что плотоядные – это хищники. Вот поэтому я тут всех мелких зверюшек съела. Понятно? Безобразие! К корову едят мальчишек. Ух, поймать бы этого преступника Перестукина! Ой, ой, ой! М-м-м-м! Корова, ты же должна есть траву! Тихушки, я плотоядная! Хищник! Не-не-не-не, ты фруктоядная! И сеноядная! Не-не-не-не-не! Ты травоядная! Конечно, травоядная! Травушка, муравушка зелененькая! Ой, значит, ты не будешь нас есть? А я еще не сошла с ума. Ха-ха! Ура! Ого, три часа! Вперед! Взялись приятели за руки и продолжили свой путь. Я устал. Я устал. Я пить хочу. Терпи. Мы должны воспитывать силу воли. И вот пришли друзья в город. Газировка! Не трой, у меня ни копейки. Мы продаем воду не за деньги, а за правильные ответы. Четырежды девять. Кажется, сорок шесть. Ответ отрицательный. Ой, спросите что-нибудь полегче, а? Что даже лотарям известно. Дважды два. Четыре! Это только там известно. Ответ положительный. Ах, красота! Ноги! Слышат, друзья, раздаются чьи-то страшные шаги. Ха-ха! Ха-ха! Подошли к палатке два землекопа. Вернее, целым-то был только один из них. А от второго остались лишь две громадных ноги. А где все остальное? А? Не трамвай ли его переехал? Его переехал двоечник Перестукин. Решил задачу так, что у него получилось полтора землекопа. Вот, полюбуйся. Да это же твоя тетра. Дайте я попробую решить правильно. Так, первый вопрос. Сколько... Опоздаем. А ну, брысь! Сколько вырыт один землекопы? Семью семь. Сорок девять. Пш-ш-ш! Потребуется два землекопа. Стоило только Витьке решить задачу правильно, как сразу же у второго землекопа туловище и появилось. Слава великому математику! Позор Виктору Перестукину! Позор Виктору Перестукину! Четыре часа! Бежим! И побежали друзья дальше. По дороге нашли консервную банку, футбол сыграли. А ты заметил, что я сам решил задачу? Подумал и решил. Оказывается, это очень приятно! Все равно, что Забить Гоу! И вот, наконец, подошли они к дворцу Громатики. Стой! А охраняли дворец? Куда? Вопросительный и восклицательный знаки. Откройте! Мы очень спешим. Сможешь открыть? Вставил Витька ключ в замок, попытался повернуть, но, увы... Не поворачивается! Ставь правильно буквы! Ключ и повернется! Ой, вспомним-ка правила. О раскладе несуществительных во множественном числе не подходит. Правописание о-е после шипящих не подходит. А правописание суффиксов ек и ик. Ага, ну-ка, 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 надо писать суффикси ек, если при склонении гласный звук выпадает. И ик, если е выпадает. Хо-хо, и так вот это подходит. Значит так, именительный замочек. Родительный нет чего? Замочка. А, не, гласный выпадает. О, пожалуйте, гласный упало. Пишется суффикс ек. Именительный ключик. Родительный ключик-о. Если гласное не выпадает, пишется лик. Ах ты, ключик-ключик. Лик-тирик-тирик-тирик. Ключик-тирик-тирик. Чудесно, прелестно. Ура! Открылись ворота перед приятелями. И вошли Витька с Кузей во дворец. Видят, сидит посреди дворца старичок. А перед ним, за партой, сидят точка да запятая. Кто это? Дед Мороз, что ли? Что ты? Да это же его величество. Глагол повелительного наклонения. Виктор Перестукин? Ага. Какие у тебя отметки? Да разные-то. Унести документы Перестукина. Перевернуть. Перевернуть. Виктор Перестукин обнаружил страшное невежество. Объявите приговор. Приговор по делу Виктора Перестукина. Казнить нельзя помиловать. Казнить. А меня? А за что? А за невежество, лень и незнание родного языка. Ну, если ты правильно поставишь запятую, будешь спасен. Не поставит. Он еще ни разу в жизни не поставил меня на свое место. Куда ставить запятую? Не подсказывать. Что же мне делать? Думай. Рассуждай. Ой. Пробую. Если я поставлю запятую после слова казнить, то получится. Казнить нельзя помиловать. Думай, думай. Шевели мозгами-то. А если поставить после казнить нельзя, то получается. Казнить нельзя помиловать. Ура, помиловать! Теперь понял, какую роль может сыграть запятая? Ой, пять часов. Слушаю вас. Ваше Величество, что Перестукин все трудности преодолел? Да-да, все преодолел. Это арифметик. Ага. Ну, а теперь, Витя, домой. Ага. Да. Раз, два, три. И полетели Витька с Кузей во своясь. Ох, а дома-то лучше. Правда, Кузя? Больше ты не будешь со мной разговаривать. Задачу решаешь. И сколько у тебя получается? Два землекопа. Два. Теперь я знаю. Знаешь. А сколько будет семью девять? Семью девять? Кажется, семьдесят восемь. Ай-яй-яй-яй-яй. Я выучу. Честное слово, выучу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Продолжение следует...